ДИКАЯ ОХОТА КРАП КУРТ ДИСОН Ты по поводу объявления? Ты хотел нанять Ведьмака? Да, но никакого попала проходимца. Об этих психопатах из школы кота такие слухи ходят. А ты к какой школе принадлежишь? К школе Волка. А, да, хорошая школа. Знавал я одного Ведьмака оттуда. Варава. Нет, как-то Тенавэ. В общем, неважно. Перейдём к делу. Недавно я приобрёл имение к Востоку от Новиграда. За бесценку. Потому что прежний владелец, чародель, сгорел на костре месяц тому назад. А теперь я выясню, что дом, ну, вроде как, с привидениями. Понятно, почему такая спешка. Я-то ни в каких духов не верю. Но мои люди говорят, что по ночам здание трясётся так, что штукатурка сыплется и даже земля движется. Можно с этим что-нибудь сделать? Я могу это проверить. Как туда попасть? К имению примыкает сад. Да и сам дом узнать несложно. У него все стены в трещинах. Вот тебе ключ. Удачи. Ну, удачи. 800 с лишним метров. Будем считать это в метрах, не в шагах. Где-нибудь тут добраться побыстрее можно будет через быстрое перемещение. Так, где-то в этой степи, я так полагаю, да? Или нет? Да, в этой степи. И ближайшая это хата на окраине. Так, здесь, по-моему, мы Лютика спасали. Да, точно. Знакомое место. Так, ну нам сюда. Бродячий торговец. Вот, значит, этот дом с привидением. Так, осмотреть дом. Снаружи вроде ничего не интересует. Давайте с этой стороны зайдем. Так, здесь травку взяли. Ну да, в принципе, здесь больше его ничего не интересует. Тогда заходим внутрь. Так, что у нас здесь? Вау, 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 вау. Весь дом ходит ходуном. Но призрак уже напал бы на меня. Да, не думаю, что это призрак. Крыльцы явно убегали в тропях. Где-то, видать, есть подвал. Ха-ха-ха-ха. Дерево сквозь дом пробилось. Где-то есть подвал. Наверное, кто-то в подвале громыхает. Промыхает. Так, что здесь? Так, куча книг. Что у нас вот здесь? Сопряжение сфер. Так, мы спускаемся вниз. Ух, как крохочет, а. Видать, кто-то крупный. Через эту трещину проходит воздух. Что-то там есть. Через какую? Ага, вот через эту. Так. А здесь сначала все пособираем. Припасы тут большие. Может, что полезное найдется. Так, вроде все. Ну, давайте смотреть подвал. Здесь давно никого не было. Необычный корень. Магический, наверное. Молодец. Похоже, дневник. Давайте прочитаем дневник. Так. Давайте все книги прочитаем. Так, вроде все, да? Здесь только у нас алкоголь. Элементаль земли. Он довольно могущественный. Он где-то глубже. Нужно открыть проход. И как же его открыть? Элементаль мы уже нашли. Вон он. Давайте сразу готовиться к бою. Во-первых, против магических тварей. Масло. Во-вторых, двимиритовая бомба. В-третьих, знак квен. Угу. Надо будет переночевать. Вот так. Отлично. Хм. Значит, вход не здесь. Так, что-нибудь у нас здесь полезное есть? Да, наверное, нет. Иначе бы отметили. Так, здесь у нас тоже ничего интересного нет. Значит, нам в ту сторону. Так. Что-то сработало. Что-что. Элементаль вышел. На свободу. Так, а как мне подняться-то? Так, наверное, отсюда только. Да, вон он, Элементаль. Фу-ху-ху. Трясет. Хочет выйти на... Ну что ж ты? Он почти освободился от магических оков еще пару дней, и он начал бы крушить окрестности. Если бы нет, вот ворка, свод уже давно бы обрушился. Так. Так. Замкнутое пространство Я не люблю замкнутое пространство Не надо меня зажимать Еще одну бомбочку Ух ты, блин Вот это шибанул Стоп Ух ты, блин Вот и все Так, трофей забрали Здесь ничего полезного больше нет Выходим Ну Так, начинается париться Так, а у нас здесь ничего, по-моему Интересного нет Нет, здесь ничего интересного нет Дом мы весь уже обыскали Так, где у нас быстрое перемещение Идем за наградой Ну Осторожнее Да не может он осторожнее Он как слон бежит Без остановки Крубие Да Больше проблем с этим домом быть не должно Небольшой ремонт и можно въезжать Правда В таком случае цена владения значительно возросла Что там собственно происходило В подземельях был заперт элементаль земли Он пытался выбраться и чуть было не разрушил дом Это гораздо интереснее, чем дух А эти подземелья Получится их как-нибудь Не знаю Обустроить Трудно сказать Но посмотрим Ах да, твоя награда Прошу Так, отлично Берем следующий ведьмачий заказ Так, следующий у нас 25 Лихо лесное Так, сколько нам? 400 с лишним Так, ну я бы хотел найти своего оружейника Я так полагаю он где-то здесь Давайте переместимся сюда Так, все правильно Мне сюда Потому что у нас есть улучшенные И отличные серебряные, наверное И стальные мечи И школа кота Поэтому Обязательно его надо найти И улучшить Вот только где бы его найти Вот он он Отлично Здравствуй, Эйвор Здравствуй, Геральт Чем могу помочь? Сделай для меня кое-что Так, во-первых Давайте сначала начнем с лавки Продать есть тебе что? Ну, вот арбалет Допустим Это тебя не очень интересует Ух ты, стальной меч 244 Пробитие доспеха Дополнительный урон При критическом ударе Модификатор Шанс отрубить конечность Плюс 3 ячейки Ну, давайте пока мы его Возьмем, да? На себя Напялем Ну, для начала тогда Починимся Ну, и за ремесло Так Это 29 Это пока болты нам не надо Да, не тот ремесленник Ни доспехи Ни компоненты Ни мусор Ни перчатки Ни сапоги Вот Вот Начнем с мечей 26 Слабый Слабый Чуть-чуть мощнее, да? Но все остальное снижается Тоже так же Слабый Слабый Так Серебряный меч Школы Кота Это мастерский, да? Для него требуется Отличный А вот отличный Требуется улучшенный Так, это школа Медведя 26 уровень пока Школа Змеи Так, школа Кота Требуется Серебряный меч Школы Кота И слиток Метеоритного серебра Так, ну для начала Отлично Слиток Метеоритного серебра Так, давайте Компоненты Нам требуется Два И Рубиновая пыль Так, у тебя Наверное в лавке Должна быть Рубиновая пыль Вот она Приобретаем Так, арбалеты Не нужны Болты Не нужны Доспехи Инструменты Компоненты Пока оставим Вдруг что-нибудь Потребуется Изготовить Мусор Закрываем Перчатки Тоже Сапоги Так Стоп, стоп, стоп Улучшенный Так Изготавливаем Так, а мастерский Тридцатый уровень Ишь только Хе-хе-хе Тридцатый Но мы по-моему Изготовили Отличный Да Вот он Отличный Серебряный Мещ Школы Кота На Школу Медведя Да Это мы Все Поменяем Это у нас Серебряный Это у нас Стальной Так Дальше По ремеслу Смотрим Стальные Компоненты Пока Оставляем Мусор Перчатки Сапоги Серебряный Тоже Стальной Хотя давайте Посмотрим Серебряный Может что-нибудь Есть получше Нет, дальше Уже пошел Стальные Тридцать седьмой Сорок второй Но все Остальное Слабое Так Двадцать седьмой Уровень Отличный Стальной Меч Школы Кота Значит Должен Быть Так Стальной Стальной А улучшенных Нет у меня Для Для Отличного Требуется Улучшенный Стальной Меч У меня Просто есть Обычный Стальной Меч Так что С мечами Пока Тоже Оставляем Ну а Улучшение Ладно Ну не так далеко Пока Будь Здоров Сначала Мы Здесь Поставим Здесь Поставим Так Отлично Здравствуй Эйвор Здравствуй Геральт Чем могу Помочь Сделать Для меня Кое Что Так Мне Надо Разобрать Вот Именно Будем Разбирать Отлично Ну Это Тоже Разбираем Так У нас Есть Большой Руны Камень Велес Мощь Знаков Малый Руны Камень Дождь Бог Модификатор Шанса Вызвать Горение И Малый Так А Вообще У тебя Что Нибудь Есть По Улучшениям Малый Большой Глиф Нет По глифам Пока Не будем Давайте Смотреть Рунные Камни Малый 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 Сплошные Малый Неинтересно Даже Как-то Так Здесь Ну я Даже Не знаю Стоит Ли Брать Денег В принципе Может быть И Хватит Большой Руны Какие-то Знаки Малый Малый Большой Адреналин Неинтересно Вот Неинтересно Мне Это Рунный Камень Отравление Заморозку Ну давайте Вот эти Вот мы Приобретем Тоже Горение Равновесие Ну и В принципе Хватит И давайте Посмотрим Что из этого Он может Сделать 3% А Нужны Малые Рунные Камни Да Неинтересно Зря Только Потратился Ну а Продавать Пока Я тебе Ничего Не буду Будь Так Давайте Ставить Что у нас Здесь Большой Рунный Камень Стриб Бог Выбить Из равновесия Вот давайте Мы это Против Людей Сила Сила Атаки Против Чудовищ Кровотечение Сюда Еще Кровотечение Сюда Горение Вот сюда А это Горение Вот сюда Ну в принципе И все Так Давайте Переночуем Вернее Помедитируем До рассвета Здоровье Установим Припасы Отлично Так Ну идем По заданию Нечего Языком Крепать Ну пошло Чего Ты здесь Ищешь Владель Не жар Так Я никому Под руку Не лезу Эх И жить Не хочется Так Ну что Так Спасибо вам Гераль Первая проповедь Щас Тебя Драк Написано Молицы Помоги У богу Счастье Настало Сегодня Продолжение следует... Ага, в карчму надо, значит, зайти, да? Так, где вход? А вход как раз, наверное, с этой стороны, где я лошадь поставил. Так, ладно, платва, подвинься. Да! Тут у нас есть травник, кстати. Может, какие-нибудь рецепты у него есть? Чего? Покажи свои товары. Рецепт. Пурга. Отвар из призрака. Отвар из элементаля. И всё. Больше здесь... Ничего полезного пока я не вижу. Бывай. Ох, как я здесь-то оказался. Ха-ха-ха-ха. Интересно. Так, ладно, тогда обыщем. Что у нас здесь есть? Прошу! Прошу! Что у тебя там? Так, что у тебя? Карты. Отлично. Казнь ещё одна. Так, карты все приобрели. Давайте ему что-нибудь из этого продадим. Что у меня здесь есть? Так, ну вот этот сок. Все... Всю еду. Алкоголь. Ну и всё. Будь здоров. Так, а вот этот... Краснолюд, да? С тобой разговаривать? Здравствуйте, мастер-ведьмак. Я видел объявление. Допустим, я заинтересовался. Вот и прекрасно. Чудно. Я Бриан Ходж. И это я повесил объявление. Мне нужно как можно больше подробностей. А, разумеется, разумеется. Что же, в результате не самых счастливых для меня событий, я вступил во владение полосой леса под вырубку. Это здесь, прямо под Новиградом. Вдали от больших дорог, зато близко к порту. Оставалось только нанять дровосеков и сосчитать деньги. Меня интересуют чудовища, а не твои дела. Ну так ведь всё же связано. Я нанял нескольких краснолюдов, а те стали говорить, мол, в лесу призрак. Я решил, что они работать не хотят. Но как-то они ушли в лес, и вернулся только один. Говорит, какое-то лесное лихо на них напало. Я возьмусь за работу. И где тот выживший? Должно быть, шатается тут где-то. Последний раз, когда я его видел, он пропивал заработанное. Сказал, хочет почтить смерть товарищей. Хм. Так. Поговорить с выжившим. Ага, где-то здесь должен быть. Здравствуй, путник. Я внес шарюмочку за упокой моих умерших приятелей. Так их, сука, раскатала. А я ведь не знаю, что это было. Не знаю, у кого проклинать. Я говорил с неким Брианом Ходчем, он рассказал о смерти твоих товарищей. Сколько же мы толдычили этому херу, что в лесу что-то завелось. А он не верил. Он нанял меня выследить лесное чудище, которое напало на дровосеков. Да? В таком случае беру свои слова обратно. Хороший он мужик. Хотя и кротышка. Что ты помнишь о нападении? Возвращаемся мы из лесу. Каждый нагружен дровами, как старый мельник. А тут что-то, сука, как завоет. Вроде как матерый волчара. Мы руки в ноги, а у телеги колесо заклинило. Магнус Рихтер говорит, чтобы я бежал в хату за арбалетами. Ну так я и бегу. Возвращаюсь я, значит, в лес. А там, сука, истинная мясорубка. Я даже не понял, кто где лежит. Спасибо. Ты мне очень помог. Завали эту нечисть. Обязательно найти хижину. 600 с лишним метров. А как-нибудь быстро добраться есть возможность? Да. Есть быстрое перемещение, так что... Давайте им воспользуемся. Не то. Подвинься. Ведьмак! Фу, от них... Это хата лесорубов Ходча. Теперь надо найти, где они погибли. Хм. Колеи глубокие. Должно быть, тут телега лесорубов остановилась. Потом они поехали здесь, наверное, к своей вырубке. Так. Проследи, да? Волки, что ли? Да нет, не похоже на волков. Хм. Накеры. И всё. Так, есть что собрать? Есть. Ой. Стоп, 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 Геральт. Не прыгай. Пойдём дальше по следу. Угу. Вот и телега. Здесь был бой. Двое краснолюдов и что-то большое. Раненый бежал туда, потерял много крови. Куда же он бежал-то? Сюда? Ага, вот он он. У краснолюда была глубокая рана на спине. Он умер от потери крови. Так, ладно. Что здесь? Один краснолюд пошёл сюда. Ага, вот он он. Корни придавили краснолюда к земле, так что он задохнулся. Хм. Корни? Дух леса, что ли, ещё какой-нибудь один? Так, что ещё полезное тут есть? Что-то я не вижу ничего полезного. Здесь был бой. Двое краснолюдов и что-то большое. Так. Показывать сюда. Хм. Ну, я вот в упор ничего не вижу, как всегда. Окажется, какая-нибудь мелочь. Ну, давайте по окрестностям пробегаем. Может, что-нибудь найдём. Потому что пока я ничего не вижу. Ага, вот. Вот. На камне след. Когтями процарапал скалу. Похоже, он был очень золый и очень силён. Всё указывает на Лешего. Молодая особь. Должно быть он в этом лесу недавно. Надо найти его тотем. Вороны служат Лешим. Тотем должен быть где-то рядом. Угу. Угу. Это не птица Лешего. След неверный. Так, хорошо. Так, если это Леший, давайте вспомним, как с ним бороться. Кернун какой-то. Может быть, это он и есть. Двемеритовая бомба, масло против реликтов и Игни. Так, двемеритовая бомба, по-моему, стоит. Масло против реликтов. Так, отлично. И знак Игни. Ммм, похоже, обычные вороны. Наследа тотема. Так, остались ещё два места, да? Так, не получилось, что ли? Ладно. Так, ладно. Ждём Лешего. Вон он идёт. Выходит. Не спеша. Так, давайте, спой, сразу бомбу. Так, давайте, спеша. Так, я вроде использовал знак Игни. Ну иди сюда. Так, что за стрелы? Отлично. Отлично. Вот и всё. Только я не понял, что за стрелы, откуда они летели. Один волчара. Второй. Всё? Молодцы. Так, получить вознаграждение. Что у нас за трофей? Дополнительный опыт за смертельный удар по чудовищу. Мне сейчас интересует золото. Что-то тут ещё есть. Трофей элементаля. Тробить конечность. Чёрный единорог. Славый. Меч. Так, как далеко? 600 с лишним метров. Что такое? Пусть чувствует, что убирает. Печень вырву и сожру тучи. Меч. Служь? Это он. Он меня пугает. Так, дальше пешочком прогуляемся. А если сюда какой-нибудь новый леший придет? Всякое может случиться. Тогда придется поискать какого-нибудь ведьмака. Хе-хе, ну да-да-да. Разумеется, тебе полагается плата. Я ведь не из таких, что не платят за хорошую работу. Прощай. Так, отлично. Задание выполнили. Так, давайте смотреть. В алхимии хотел посмотреть, что-нибудь мы можем сделать. По бомбам ничего. По заданиям нет. По маслам. Требуется киноварь. Ага, здесь улучшенная. А для отличного требуется рибис. Так, отвар из архи Грифона. Так, мы изготовим. Вроде столько главоглаза убил. А толку-то никакого не было. Отвар из лешего. Отвар из призрака. Отвар из элементаля. Пурга. Улучшает рефлекс и увеличит время реакции. Улучшенная неясыть. Отлично. Улучшенная пурга. Так, ну где-то тут, по-моему, была отличная пурга. Не хватает белой чайки и рибиса. Белую чайку мы изготовим, а вот рибиса у меня нету рецепта, к сожалению. Так, берем следующее задание. Ведьмачьи заказы. Следующий, 26-й. 800 с лишним метров. Далековато. Ну и куда нам? Здесь. Что ж, перемещаемся. Так, с тобой разговаривать. Я пришел поговорить насчет заказа. Заказа? Ах, да. Что-то я такое подписывал. Говорят, какая-то тварь нападает на одиноких прохожих и бросает тела в Оксенфурские канавы. А почему вы сами этим не займетесь? Может, потому что нам нужно выиграть эту долбаную войну, и у нас нет времени лазать по стопам. Я возьму этот заказ, но мне нужно больше деталей. Расскажу все, что знаю. Есть какие-нибудь свидетели? Кто-нибудь видел эту бестью? Какая-то женщина пережила нападение. Говорят, она с того времени не просыхает. Так что я бы ее поискал в Корчме в Оксенфурте. Я хотел бы осмотреть тела жертв. Да трупы как трупы. Когда я осмотрю раны, будет ясно, что это за тварь. Спроси нашего канавала. Может, он не сжег еще тела? Он, наверное, в хижине сидит на берегу. Мы там как бы морг устроили. С наградой же проблем не будет? Не будет. Хочу, наконец, это выбросить из головы. Хорошо. Со свидетельницей 76. А здесь 136. Ну, давайте сначала со свидетельницей начнем. Значит, в Корчме. В той, наверное, в которой мы в карты играли. Да, точно. Может, поставишь бутылочку жертвы, бестии? А ты расскажешь мне о нападении чудовища? Без бутылки здесь не справиться. Думаю, ты расскажешь все, что я хочу, и без всякой бутылки. Да, скажу. Я тогда выходила из Корчмы. А может, я и выпила лишнего. Но это мне точно не привиделось. И вот что-то в переулке окликнуло меня по имени. Было темно, и я не видела что там. Но точно не человек. Откуда такая уверенность? Я просто знаю. Это нечто схватило меня за край юбки. Но я вырвалась и убежала. Только и всего? Немного ты видела. Ты тоже мне не веришь? Да иди ты! Так, ладно. Осмотреть место нападения. Давайте осмотрим. Говорил я ему, не лазь, говорю, туда, голуба. А то открутят тебе башку ненароком. Что-то я здесь ничего не наблюдаю. Угу. Вот, есть какой-то след. Потертый браслет. Под позолотой видны серебро. Для женской руки он слишком большой. Скорее всего, его потерял нападавший. Ну, давайте поговорим теперь с медиком. Пограти, вот просто знают про тебя охотник. Его величество, родовинка, на что? Может, зимородки-то так кормят, что потом твои дни работают по сейду качать? А? А? Да ну его. Ты медик? Я хотел осмотреть тела жертв. Ах да. Я еще не велел их сжечь. Ты делал вскрытие? А зачем? Нищие попрошайки. Все смердели дешевым вином. Я могу взглянуть на останки? Не хочу, чтоб ты шастал. Мне вернуться с письменным приказом? Ну, какой же ты доставочий. На тебе ключ от мертвецкой. Иди разглядывай, сколько влезет. Хорошо. Осмотрим. Так, а что у тебя тут есть полезного? Так, вот два тела. Начнем с первого. Он был пьян, и кто-то тянул его по мостовой. У него на шее следы клыков. Вампир сосал из него кровь. Укус вампира и сильный запах алкоголя, как и у первого. Вреждения на теле жертв и любовь к бижутерии подсказывают, что я имею дело с катаканом. Вампир любит кровь пьяниц. Этим-то я его и приманю. Ну, хорошо. Так, надо будет тогда нажраться нам. Но не сильно. А то иначе будем биться тяжко. Значит, имеем дело с катаканой. Давайте сразу заодно и почитаем. Как нам биться с этой катаканой, кроме масла против вампиров? Ага, Гейль у нас, да? Лунная пыль, чертов гриб, масла против вампиров, Ирден и Игни. Так, лунная пыль, чертов гриб. Чертова гриба у меня нету, а вот лунная пыль. Отличная лунная пыль. Так, сразу ставим отличная лунная пыль. И... Ирден? Так, стоп. Точно я не ошибся? Да, Ирден. Ирден и знак Игни. А, я тебя помню. Что принести? Хочется нажраться, как свинья. И желательно дешевым вином. Неприятности с девушкой? Неудачи в торговых делах? И то, не другое. Работа у меня такая. Ну, на личность, пожалуйте вперед. Давай. Пусть кружка все время будет полной. Походите возле корчмы. Ну, давайте мы сначала используем масло против вампиров. Так, это против призраков. Ага, вот оно. Девица из Викавара Любит только Замбаром. У второй Из Викавара Не в чести Ложится даром. Хм. Так, ладно. Я, сука, не слышу. Попробую еще один куплет. Да, пьяным мы еще пока не дрались. В первой части приходилось, а вот во второй пока... Наверное, это будет первое сражение по пьянке. Да еще и с катаканой. Супер. А у третьей нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил. А у третьей нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил. Что это значит? Гадство и деградация. Упадок морали и нравственности. Ладно, ладно. Так, ладно. Идем дальше. Так, может пробежимся? Нет. Бежать он не может. Крутой выискал. Я чую твою кровь. Ну иди сюда, скотина. Я выпью твою кровь. Хватит пиздеть. Вот и я. Давай. Где ты? Я тебя не вижу. Ку-ку. Ага. Ну идем. Ну что там встал? Мне что, надо самому идти? Где этот чертов катакан? Так. Я его слышу. Куда-то туда слямзил. Он идет к домику над рекой. Хм. Наверх, может быть. Ух ты, зараза. Зараза, а? Ты смотри, какая. Так. Какой трофей стоит? Данный трофей дает дополнительный. Мне интересно. Сейчас мне интересует золото. А здесь... Здесь ничего и нет. Тебя ждет смерть от отравлений. Тремя футовистами. Хм. Я уничтожил чудовище, которое убивало жителей. Здесь поселился катакан. А ты правду говоришь? Что еще за катакан такой? Высший вампир. Очень интересный случай. Это по какому же поводу такой скотиной можно интересоваться? Он питал слабость к алкоголю. У него было чрезвычайно раздутое самомнение. Ну, главное, что его кондрашка хватило. И тебе за это честь и слава, ведьмак. Спасибо. Прощай. Так. Еще одно задание выполнили. Чую нам надо до рассвета помедитировать. Отлично. Так. Следующее задание. А следующее у нас это 27-й. Скеллиги, скеллиги, скеллиги. Двилен 33-й. Бестия 35-й. Ведьмачи выполнили заказы. Давайте тогда попробуем еще раз. Кулачные бои Новиграда. Куда ли? Халя, опять я потерялся. Смотри, кто он на них. Так. Это у нас все должно быть в Новиграде. Так, пробежимся. Продолжение следует. Ну что, третья попытка. Рад вас видеть. Можно подраться и с этим вашим Георгем. Внимание, внимание. Вот этот ведьмак выйдет на ресталище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, разываемого также Капром. А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем. Правила простые. Если победишь Георга, получишь полный кошель. Есть еще что-то, о чем надо знать? Покажи красивый бой, и публика тебя полюбит. Хорошо. А приветствуем на ринге соперников Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Капер. Пусть победит сильнейший. Ну начнем, шоу. Ну давай, сука! С меня хватит. Ну иди сюда. Ну иди сюда. Ах ты, зараза, блин! Ох ты, блин, сволочь. Да давай, сука! Режу, блин! Ну вот и все. Шоу кончилось. Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт! Вот твоя награда! Еще можно подраться с Арчибальдом Монейлом. Он обычно где-нибудь у входа в трущобы. Есть еще Мартимер, капитан стражи. У него паста, а ксенфурдских ворот. Хорошо. Так. Так, выход, по-моему, где-то у нас был здесь. До следующего. По двести с лишним. Так, лошадь. Ух! Так, ну сколько что-то скакать-то? Так, с кем разговаривать-то? Жаль, слова трогают. Эй! Я думаю, не видно, что ли? Меня зовут Геральт. Пак Грубер. Я принимаю ставки. Ты же драться будешь? Расскажешь побольше об этих боях? В Новиграде, на островах Скеллиги и на землях Велена организуют поединку. В каждом месте свой чемпион. Однако, чтобы бороться с чемпионом, надо сначала победить других противников. Тот, кто победит чемпионов Новиграда, Скеллиги и Велена, получит почетный титул чемпиона чемпионов. Вот к этому чемпиона чемпионов мы и стремимся. Я готов. Вы слышали? Поединок начинается! Наш чемпион, Арчевальд Тунейл, выйдет против Геральта! Начали! Ну, начнем шоу. Ты смотри, какой резвый, а! Ну, иди сюда. Блин! Уйди, уйди, уйди! Ё-моё! И как вы, блядь, не научитесь? Ну. А, сука! Отлично, готов. Дамы и господа! У нас новый чемпион, который только что сверх трона Арчибальда Унейла! Браво, Геральт! Это был прекрасный бой! И с кем мне драться, чтобы стать лучшим в Новиграде? Что же? Есть ли охота подраться? Попробуй выстоять против Капитана Стражи. Ну, попробуем. Так, где моя платва? Это полчаса сейчас мы еще сразимся, а потом уже будем с чемпионом Новиграда драться. Так, быстрее, к сожалению, не может, как всегда, по городу передвигаться. Ну и при такой скорости успеваем задеть. Так, ладно. Тут, наверное, придется пешочком. Так, где у нас? Кто принимает ставки? Ага, вот он он. Не важно, как тебя зовут. Не важно, откуда ты родом. Бажно, хочешь ли ты драться с капитаном Мортимером? Кто устраивает эти бои? Здесь, на Скеллиге и Велине, турниры проходят с давних пор. В каждом из этих краев свой чемпион. Чемпион Новиграда Портной. Ты его еще встретишь. Только сперва побей Мортимера. Начнем, я готов. Бой! Так, мы начнем еще одно веселье. Подряд, за мной! Эх, что в тебе! Сука! Иди сюда. Готов. Герент из Риви, сверх капитана Мортимера! Вот твоя награда, чемпион! Ты доказал, что достоин сразиться с чемпионом Новиграда Турденом Портным. Он живет в Застенье. Там же состоится бой. Приходи, как стемнеет. Хорошо. Как далеко? 380. Ладно. Берем нашу лошадь. Сразимся с чемпионом, и останется у нас только бои на Скеллиге. Но мы туда обязательно вернемся. У нас есть там еще задание. Как на Скеллиге, в принципе, так и здесь. Но здесь пока высокие уровни. Выше 30-го. Пока 30-й нам еще не светит. Так, как стемнеет. Ну ладно. Сейчас доскачем сначала. Говорят, какие-то ведьмаки. Что-нибудь случилось? Голера! Ничего не слышу! Ты умоешься? Этот приблудок хочет драться с Дурденом Портным. Хм. А откуда у этой безумной деньги, чтобы стаю котов покормить? Мы ждали тебя. Уже принимаем ставки. Ты был взвешен, измерен и найден легким. В каком из миров ты мог бы меня победить? С виду чужак худосочный, но не забывайте. В Велине он одолел самого сержанта. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Нет, я первый. Знаешь, почему меня называют Портным? Я раскроил немало людей. Вот этими вот руками. Я знал, что ты расскажешь какую-нибудь говенную историю. Я пришел сюда драться с Портным, так что начнем. Жители Новиграда, через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии. Выйдет против Портного. Ну-ка, иди ко мне. Дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Ну, давай посмотрим, кто кого. Впрочем, ты не боишься. Ну? Отправляешься в путь или с нами останешься? Это ты зря. Ты запасни, как будто поблизости. Ах ты, блин, зараза. Что-то разо. Иди сюда. Ну? Иди сюда. Щенок. А откуда у этой безумной деньги, чтобы стаю котов прокормить? О, милочка. Ты, наверное, удивишься. Знаешь, что котяра когда-то от Атаманской была в бане. Дуэль-коробница развещала. Пора закачивать. Это уж точно. Дурден больше не чемпион. С этой минутой титул принадлежит Геральту. А если хочешь еще кому-нибудь рыло начистить, в Велине и на Скеллиге тоже найдутся мастера кулаки почесать. В Велине уже все. В Новиграде тоже. Так. Задание выполнили-то? Что-то я упустил этот момент. Но, скорее всего, выполнили. Итак, задание дополнительное. Скеллиги-скеллиги. Ведьмачи заказы. Велин 33-й, здесь 35-й. Отправимся потом на Скеллиги. Здесь аж три подряд. Ну, а сокровища у нас все выполнено. Так что отправляемся мы по основному заданию. Так, где у нас здесь быстрое перемещение? Заодно там зайдем к нашей мастере-броннице. Может быть, она сможет сделать нам броню получше. Так, где у нас вронница? Пробежимся. Ну, давай, Геральт. Давай монету. Так, ну что ж. Будем разговаривать. Геральт, рада тебя видеть. Нужно что-нибудь? Конечно, нужно. Что у тебя есть на продажу? Только сначала, наверное, да, продадим. Что тут у нас лишнее? Вот это тут можно продать. Это тоже можно продать. Хм. Вот трофей, конечно. 120, 30, 30. Нет, трофей я тебе продавать не буду. Я буду продавать тому. Другому торговцу. По броне пока ничего не будем. Это глифы. Больше у тебя ничего нет. Так. А, все? Блин. Мне нужен ведьмачий доспех. Так, для начала починить. Ну и приходим. Так, арбалеты, болты, доспехи. Ищем хороший доспех. Так, вот. Доспех Тисена, но требуется 30-й. Доспех Хиаль. Ну, давайте попробуем его сделать. Хотя, пока не будем торопиться. Школа Кота. У меня есть. Школа Медведя тоже есть. Это 30-й. Это 28-й. 26-й. 27-й. Так, отличный доспех Школы Кота. Но здесь 26-й уровень. Немного не дотягиваем. Здесь требуется улучшенный, да? Так, подожди. У меня не улучшенный. Нет, у меня просто. Так, улучшенный, улучшенный. Слабый, слабый. 30-й. Это Школа Грифона. Школа Кота. Так, давайте вот этот изготавливаем. Слабый. Так, инструменты меня пока не интересуют. Компоненты могут пригодиться. Дальше мусор. Нет. Перчатки. Отличные. Здесь отличные. Но везде 26-й, 27-й уровень. А вот улучшенных-то нету. Где же брать-то до улучшенные? Ладно, это придется побегать мне отдельно. Не в сериях по Новиграду и Велину. По всем знакам вопроса. И там, скорее всего, где-то будет еще сокровище. Так, по сапогам пошли. 26-й, 27-й. Здесь вообще 36-й уровень. Хо-хо-хоу. Так. Плача, кстати, вот сапоги неплохие. Улучшенные сапоги Школа Кота. Улучшенные сапоги Школы Медведя. Ну, давайте изготовим его. Ну и все. Здесь у нас серебряные мечи. Давайте теперь смотреть по штанам. Уровень не позволяет. Здесь тоже отличные. Требуются улучшенные. Здесь тоже улучшенные. Так, ну здесь опять же уровень не позволяет. Здесь у улучшенных слабые штаны. А вот улучшенных штанов Школы Медведя у меня нет. Все. Бой. Так, давайте смотреть что у нас в итоге есть. Так. Ну. Улучшенные доспехи Школы Медведя. Броня на 10 выше. Получение адреналина сопротивление колющим, ударным и рубящим урону от Чудовищ 30. 8. Рубящим. Ну вот выше, выше. Плюс еще, да, знаки. 2. Также добавляются. Так что меняем на Школу Медведя. По сапогам. Рубящим. На 3 меньше. Ударному на 2 меньше. Колющим на 2 меньше. Но сопротивление от урона Чудовищ плюс 9. Хотя тут есть еще какие-то у меня сапожки, да? Вот. Получение адреналина и плюс сопротивление к горению. Вот лучше я вот эти поставлю. Так. Ну а вот это наверное я все разберу, чтобы не висело. А компоненты всегда вернутся на место. В принципе все, да? Ну да. Так. Тебе мэр. Рады тебя видеть. Нужно что-нибудь? Мне нужен ведьмачий доспех. Так. Доспех мне не нужен. Я хочу именно разобрать. Разбирать я буду все подряд. Может быть наверное кроме вот этого. Все-таки этот пока оставлю. Это все и разберу. так хлам. Есть ли хлам? Давайте да. Хлам разберем тоже. Ну в принципе и все. Хлам весь. А нет не весь. Я ошибся. серебряные панталоны. Обалдеть. Так. Ну вроде все. Остальное все необходимое. Бывай. Так. Идем к торговцу. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Покажи мне свои товары. Так. Хм. Чучело. Покупаем карту. Но здесь все это слабые. Так. Дальше. Двадцать. Ну давайте продавать. Двадцать четыре. Здесь двадцать. Этот продаем. Элементаль тоже. Сорок. Так. Так. Вроде все. Здесь только вот прах я хочу продать. У меня аж тут тридцать два скопилось. Обалдеть. Ну все. Будь здоров. Так. А знаки? Малый. 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 Глифы все малые. Ну давайте использовать сюда квен. Так. Ну а сюда аксий. Все отлично. Так. Заточим мечи. Улучшим броню. Ну и идем разговаривать с этим сержантом. Ну и баду. разговаривать мы уже будем с ним в следующей серии. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин